итак здравствуйте там и господа сейчас мы переходим к ногам показываю массаж ног сзади лежа на столе потом отдельно будем снимать спереди соответственно обмазываем всю ногу маслом несмотря на то что работать будем сегментами секторами то есть первый сектор у нас это ягодица бедро и кроножная и сама стопа с другой стороны масло достаточно наносим да и вот если мы обрабатывали спину да и ягодичную мышцу туда она включалась мы сейчас на нее просто внимание не обращаем просто по ней уводим руками вот в паховую зону туда чтобы лимфа уходила если мы начинаем с ног то естественно ягодицу мы тоже обрабатываем ну перво-наперво это достаточно быстрое растирание поглаживание мы уже сделали во время наносения масла растирание энергичные со всех сторон даже стараемся под бедро залезть туда простыня чтобы нога согрелась мы чувствуем тепло в ноге после этого встаем к той части ноги с которой работаем то есть перипедикулярно к ней ягодицы либо к этому сектору либо к этому сектору разворачиваясь на пяточки если нам надо вперед наклониться разворачиваем переднюю ногу и соответственно работаем так чтобы задавать все движение от противоположной пятки до то есть от корпуса у нас это движение вперед и как вы помните мы все наши движения делаем снизу вверх несмотря на то что сектора разбиваем сверху вниз движение делаем снизу вверх ягодицу проминаем легко сейчас на ней не буду останавливаться мы о ней подобно говорили в прошлом видеоролике просто сейчас добавляем сюда крови энергии чтобы было достаточно сильное покраснение начинаем разминать бедро с внутренней стороны с внешней стороны тут мы его условно делим по вертикали пополам внутренняя половина и внешняя половина мышцы проходим я сейчас на этих классических техниках не будут останавливаться достаточно двойной кольцевой s-образный переход ну любые да самое главное захватывать побольше побольше участок ткани большими такими грубыми серьезными мазками все это обрабатываем далее берем всю ногу целиком и целиком следующий прием это когда мы ее сжимаем с двух сторон как вы получается движение немножко вот одна рука впереди идет другая впереди получается вот всю мышцу ну вот так получается целиком для этого я одну руку разворачиваю ты на стороной другую тоже тыльной только с другой то есть у меня так противофазии потом наоборот будет вот так видите все это целиком немножко поднимается что очень прикольно аж отрывается но тоже движение называется приема ли голаха аллафа гудвина номер 74 меняю на противоположную руку видите и с другой стороны таким образом мы глубоко прокачиваем лимфу держись сделать не быстро медленно и все бедро она задействована все сразу же вот для чего мы меняем руки мы можем за одну сторону раздела для того чтобы у нас сами и работали у нас у массажистов симметрично потому что мы с другой стороны будем наоборот работать и по очереди у нас включается разные группы мышц когда мы идем распрямление с вот этой стороны у нас работают рицепс рубашки не видно когда с этой стороны идем рукой у нас работает рицепс и таким образом это практически получается физкультура для массажистов за счет сопротивления тканей до бедра их тут много у некоторых людей прямо вот таких бревно с другой рукой другой рукой мы добавляем сопротивление с внешней стороны а снаружи мы используем как вот как эспандер так скажем да получается движение на бицепс взял а с этой стороны на трицепс распрямил естественно в этом упражнении сложность в том что играет не статичная спина когда вы со штангами занимаетесь да там чисто работают мышцы за счет наклона то есть мы наклоном добавляем сгиб наибольший для любить судом случае сложно для понимания или понятно но по факту условий к в чем если мы стоим на берегу мимо нас бежит река относительно реки мы статичны но можем мы подумать что мы плывем по реке и мимо нас несется берег то есть относительно реки получается берег движется а мы статичны также тут то есть либо мы движемся относительно ноги до либо штанга движется относительно нас а по факту сама рука делает одно и то же знаете в чем разница просто надо выяснить и понимать мышцы спины у меня не работают просто работает вот далее чуть-чуть двигаемся вот сюда и разворачиваемся к ноге практически смотрим ее параллельно раздвигаем мышцы пополам по средней линии до раздвигаем мягкими движениями до седалищной кости в нее упираемся небольшое давление триггерная точку сработала лапа леопарда следующий прием круговые движения я для этих движения иногда делаю с одной стороны чтобы было сильнее до с одной стороны упор просто рука стоит а это рука достаточно сильно глубоко прорабатывает не забываем уходить через ягодицу в паховую зону говорить теперь я ставлю с другой стороны и этой рукой прохожу то есть это рука просто упор следующий проход это тоже лапа леопарда только с двух сторон при поднимаем это бедро ягодицу как можно выше у нас получается точки приложения усилий 1 2 3 примерно может быть и 4 даже с этой стороны опять берем так скажем на бицепс то есть смотрите вот я поднимаю как бы ногу до после запускаю корпус работает у меня бицепс стараюсь как бы оторвать от стола приподняться может сильнее вот и заканчиваем работу просто пальцами внедряясь хаотично в тело с потряхиванием с покачиваниями данным сегментом мы заканчиваем работу хотя можно вот например еще локтевую технику добавить локтем проходите по середине ноги включая ягодицу вот туда сбоку и ягодичную мышцу как следует всю икру тоже вот локтем и так сейчас мы приступим для отработки этих приемов а в следующем видеоролике рассмотрим следующий участок икроножную голеностопную икроножный голеностоп так называем его не переключайтесь